Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание, и особенно те, кто доверяет всяким посланиям, присланным через WhatsApp-мессенджеры, якобы от духовника-патриарха, старца Илии Ноздрина. Я хочу вам зачитать последние послания, которые горе-православные рьяны пытаются рассылать своим знакомым, прося их с ответственностью отнестись к сообщению и усилить молитву. Это смешно доходит, когда видишь и слышишь подобные просьбы о молитве. Мы настолько привыкли к этой просьбе, что о себе не даем никакого отчета в том, что такое молитва. Протрещать или пробормотать пять слов, или десять, или сто, или тысячу без внимания, благовенья, покаяния – это пустословие. Вот как Алексей Ильич Осипов, профессор Московской православной духовной академии, говорит, что первое из основных условий молитвы – прощение ближних, милосердие, отсутствие вражды кому-либо. Сам Христос сказал, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Преподобный Исаак Сирин говорит, молитва злопамятного – сение на камне. О втором условии святитель Игнатий Блинчининов приводит слова преподобного Нила Сорского. Молитвой на воздух нельзя помочь человеку. Сам святитель писал так – должно совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. «Без внимания молитва – не молитва, она мертва, она бесполезная, душовредная, оскорбительная для Бога пустословие». Поэтому святитель Игнатий призывает в настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. В чем причина таких настойчивых призывов? Неужели православный человек не знает, как молиться? Да, не знает. Как правило, верующий может, не молясь, постоять в храме, послушать хор, помечтать, посудить в мыслях и с этим полным коробом возвратиться домой. Известен случай, когда Иван Грозный спросил блаженного Василия, много ли народа в храме, и тот ответил, двое, а храм был полным присутствующими. Оказывается, лишь два человека молились с ним, а остальные только присутствовали. В реальной жизни преобладает именно такое формальное языческое отношение к молитве. В результате, довольствуясь одной словесной ее оболочкой и совершением положенных обрядов, мы обманываем и себя, и того, за кого, как кажется, пришли в храм молиться. Очень часто родные покойного ограничиваются только внешней стороной поминовения, заказывают отпевания, литургии, панихиды, сорокаусты, подают заупокойные записки, ставят свечи, дают деньги в монастыри, в храмы и так далее. А если много денег, то хоть и во все монастыри и храмы, всем батюшкам и матушкам, и считают, что делают все необходимое. Однако это очень глубокое заблуждение. Если при этом сами не будем воздерживаться ради любимого, родного человека от гнева, злословия, осуждения, чьего угодия и прочего, не понудим себя к исповеди и причащению, не постараемся помочь нуждающимся, больным, то все эти внешние поминовения, как не касающиеся духовного состояния нашей души, оказываются по сути бесплодными. Разве не ясно, что если мы о своих не молимся, то неужели другие будут это делать? Поэтому одна лишь внешняя форма поминовения, личная или богослужебная, без понуждения себя к молитве оба с общим, является заблуждением, самообманом, пустым обрядом, оставляя душу покойную без всякой помощи. О таких молитвах в Священном Писании прямо говорит ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону «ты не восхотел и не благоизволил, ибо жертвы ты не желаешь, и отдал бы ее всесожжению не благоволишь». Жертвы Бога Дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божия. А сейчас мне хочется зачитать как раз вот это сообщение, которое вот получают мои знакомые, мне прислали, не знаю, кто этим занимается. Родные мои, еще раз хочу напомнить вам, братья и сестры, это не просто предупреждение личного духовника, патриарха московского Сеярусия Кирилла и духовника, братья Оптинской пустыни, пережившего мальчишкой невзгоды и трагедию Великой Отечественной войны. Это призыв 87-летнего духоносного старца Схиархимандрита Ильи. Старец призывает каждого из нас усилить молитву как домашнюю по соглашению в 14.00 московского времени, а северного в 16.00. Это обращение к Богу много времени займет, но потребует сильнейшего душевного переживания. Только представьте себе, о чем в колокола бьет не только старец Илья, но и афонские старцы, призывающие читать, представляете, читать, а не молиться, ежедневно кафе с Казанской Божьей Матерью, защитницей России. Другой, конечно, читать, да, другой не поможет. Вот, вот, все рванет. И извне, но более опасен для России всегда был враг внутренний. И тогда не нужно уже будет многое нам. Ни сотовые, ни квартиры, ни образование детям, ни машины, ни вода комфортабельной заграницей, ни растущие цены на продукты, ни даже так отдалившаяся пенсия, ни многое другое, а только мир и жизнь, которую мы перестаем ценить, и не смолкает внутренний, и не только безмолвный ропот и недовольство. Так настроим свои будильники, смеху подобно просто, читаю, прям в душе, простите, смех. Московский на 13.55 и Север на 15.55 на каждый день. Хотя бы неделю. А кто может постоянно, и уединимся на пять минут, и прочтем сердечно, с вниманием, и покаянием коротенькую молитву о спасении России и нас грешных. А в воскресный день исполним четвертую заповедь Божию и наполним храмы молитвой благодарения Господа нашего Иисуса Христа и едиными устами восхвалим имя Его Святое. Не забудьте, не будьте безразличны, не отмахивайтесь, потом будет поздно. Господь по молитве нашей соборной и отведет беду, еще даст нам спокойной мирной жизни в Боге. Молимся за Россию. Молитва дана отцом Ильи после литургии на патриаршем подворье в Новопеределкино. Батюшка просил каждого молиться за Россию из-за сложного положения. С каждого присутствующего в храме брал обещание, что человек будет молиться сам и передаст эту молитву близким и знакомым. Отец Ильи, сугубая молитва, молитва за Россию. Господи, прости нас грешных и помилуй, избавь страну нашу Россию от внутренних ссор, расприй, раздоров, глада, моря, разрухи, войн с иноземными захватчиками по бесконечному Твоему милосердию, даром на земле нашей мир и благоденствие. Аминь. Вот такое письмо. Ну, друзья, дорогие, я вот беру такую дерзость на себя, да? Я не священник, и слава Богу, и никогда не мечтал им быть. И очень переживаю за тех, кто согласился им стать. И это очень ответственная работа её не назовёшь. Ответственная должность перед Богом не только за себя, но за свою паству. Мы молиться-то не умеем, протрещать там несколько слов или чуть больше, а потом жить так, как мы жили и живём. Вы что думаете, неужели это поможет? Неужели кто-то из нас думает, что вот такие письма, которые ссылают по WhatsApp, по Viber, они могут помочь России? Неужели правда вот люди так об этом думают? Ну, если так люди думают, ну, это позор. Нет никакого христианства уже давно. И святитель Феопан Затворник говорил почти 150 лет назад, что 2-3 поколения, и православие исчезнет. Прошло 7 поколений, мы видим, что творится. Просто неоязычество. Мы хотим совместить и Бога, и мир. Так не бывает. Просим подольше на этой жизни жить. Святые хотели быстрее разрешиться от тела, чтобы быть с Богом. А уж если мы хотим жить здесь, то жить нужно по-христиански. Нам учиться. У кого? Не у живых, а у святых. Учиться молиться нужно. Вот я хочу несколько слов зачитать вам о молитве святителя Василия Великого. Взывание праведных есть мысленное, и оно в потаенности сердца раздается велегласно и может достигнуть до самого слуха Божия. Как достигнуть нерассеянности в молитве? Несомненно, убедившись, что Бог перед очами. Святитель Григорий Низкий, брат Василия Великого Благозвучен и доходит до Божия слуха голос, не вопль, с напряжением издаваемой, но помышление высылаемо от чистой совести. Потребно нам усиленное восхождение к Богу, чтобы уразуметь нам, в чем мы обмещали, ибо не придем в вожделение истинных благ, если не поймем своей в них нищеты. Молитва человека порочного, пока он в пороке, бывает призванием дьявола. А кто оставил порок и живет в благости, того глаз призывает благого Отца. Вы представляете, какие слова великие? А мы так будем, братья и сестры, молитесь, протрещаем, протрещим. Это что, Бог слушает, что ли, такие молитвы? Да это смех один. Святитель Иоанн Златоуст, молитвы, возносимые из глубины души, имея там свои корни, безопасно возносятся к горе и не задерживаются никакими нападениями помыслов. Он же, где бы ты ни был, везде можешь поставить жертвенник, то есть молиться. Покажи только бодрую волю и не помешая тебе ни места, ни время, хоть ты и не преклонишь колен, не станешь бить себя в грудь и не прострешь рук к небу, а только покажешь горячую душу. Ты этим исполнишь все нужное для молитвы. Молитва есть немаловажный союз любви к Богу, производит в нас навык собеседования с Ним и руководит к любомудрию. Не обилие слов умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела. Там очень много можно читать святых отцов о молитве, но, мне кажется, достаточно уже этих слов, для того, чтобы мы поняли, не умеем мы молиться. Не умеем. Нам нужно учиться молиться, как святитель Игнатий Бринчанинов говорил. А учителей нету. Нет и сейчас учителей. Только просят молиться, 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 молиться. Братья и сестры, молитесь. Ну, смеху подобно. В Арсеновсе великий пророк Иоанн писали о том, что когда кто-то просит помолиться за кого-то, отвечать, Господь помилуется, спасет нас всех. То есть нас просят помолиться. Мы прям такие все молитвенники великие. Нам бы за себя-то помолиться и вымолить себя. Вот как сказано святыми, кто в себе победит хоть одну малюсенькую страсть, тот эту страсть может изгнать из других. А мы что, в себе какие страсти победили? Да, мы грешники, понятно. Мы молимся. Но молиться только тогда, действенное, когда она, святитель Игнатий Бринчинов, опять повторюсь, пишет, с благоговением, покаянием и вниманием. А уж о том, как просят там какое-то время, вот именно в это время помолиться, Казанской Божьей Матери Акафист прочитать. Ой, как сложно. Странно, почему-то Казанской Божьей Матери. А почему не Почаевской, почему не Иверской, почему не Владимирской. Но опять язычество. Что же это такое-то в конце концов? И от старца Ильи кто-то там пишет. Ну что такое? А вот что о молитве по соглашению говорит Алексей Ильич Ось, профессор Московской Православной Духовной Академии, вообще настолько всё подводит черту о том, что мы совсем не молимся, особенно когда за упокойной службой только один треск стоит. И слышание Ивана, Иван, Ивана, Мария, 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 Владимир, 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 это что молитва и без конца. Вот давайте послушаем, что говорит Алексей Ильич по этому поводу. И не будем относиться серьёзно к таким посланиям по WhatsApp, которые нам кто-то присылает, и доверяться этим. Научимся сами молиться. Как? Ну, наверное, с благоговением, покаянием, вниманием, которое ни у кого из нас нету. Простите меня. Естественно, я и говорю о себе, что никакой молитвы у меня нет. Там просто, да, Александр, там помолись. Ну вот, нужно отвечать так. Господь спасёт и помилует нас всех. Мы вымолим себя, тогда и род свой можем вымолить. А то ж мы прям такие молитвенники. Прости, Господи. Я бы сказал так. В церкви всегда молитва была. Какой? Собирались вместе. Собирались, вот, телесно, вместе. Вместе совершалось богослужение. Даже само Таинство Евхаристии, совершение её, как называется? Литургия. То есть, общественное дело, общественно совершаемое. То есть, когда вместе собираются и молятся. Молятся, но вместе молятся о чём? Молятся, конечно, о исцелении своей души. Ну, и о других вопросах. Вот какая молитва была по соглашению. Всегда в истории церкви. Вот какая была молитва, действительно, по соглашению. Вот объявляют. Завтра литургия будет во столько-то часов. И люди приходят и вместе молятся. Вот молитва по соглашению. Но вот теперь придумали нечто другое. Нечто другое. И придумали очень часто небескорыстных целей даже. Молились по соглашению о ком-то, верно, о ком молились, когда собиралась община. О том, кого все знали. Член нашей общины. Арестован. Его ждут. Ждёт, может быть, казнь. Все молятся о нём. Почему? Мы все его знаем. А теперь молитва по соглашению. У кого-то что-то, кто-то просит. Помолитесь о нём. Я не знаю, как о нём, кто, конечно, молится ли. Потому что не знаю, кто с вниманием может сейчас молиться. Далеко не многие люди. Но все эти молитвы по соглашению приобретают искусственный характер. Именно искусственный характер. Неестественно, когда все собираемся и молимся, и священник говорит, вот наш брат там или сестра в тяжёлом состоянии, мы должны. Так, а здесь не зная, не зная часто и друг друга, но это, источники этой молитвы по соглашению в очень большой степени носят корыстный характер. А посмотри, что сейчас это делается. Да, уже. Давайте записки, там будут поминать вас в таком-то монастыре, в таком-то храме. Давайте, прям можно. И по электронной почте, и всё. Всё замечательно. Вы подумайте только, как здорово стало. Осталось только ещё причащаться по телефону. Наверное. Что это такое? Подавать записки. В таком-то монастыре будут молиться. Вы подумайте. Найти молитвенника – ой, как трудно. Молиться можно за человека, кто-то, кто или знает, или знаешь хорошо того человека, который тебя просит, и что-то случилось. Лично вот так ещё можно. А эти записки с такими целыми, знаете ли, посланиями и прочее... Неужели вы не видите, как их читают? Ну, встаньте на молебен, и вы видите. Зайдите в храм, когда, вот, поминовение усопших, когда в алтаре, как-то иногда заходишь в храм, и в алтаре, из алтаря несётся нестроенный говор нескольких священников, им читают имена. Да, интересно, что же здесь преследуется? Богу имена не нужны. А кто молится при этом? Кто молится? Разве может тут священник молиться? Неужели не понимаем мы этого? Ведь есть же способ, когда действительно священник может всю эту корзину с записками поставить нам вон, обратиться к людям. Вот видите, всех, кого вы подали? Вот я сейчас буду молиться о всех, кого вы подали, не перечислять, а вы все каждый молитесь о том, кого, за кого вы просите. Все бы начали молиться, а не слушать, когда это помянут девицу Анну, которая 90 лет, и которой замуж никто не взял. Что это такое? Вот, священник бы молился, действительно молился во всех, кого вы подали, и каждый бы тоже начал вспоминать и молиться о тех, кого он. И те, которые отсутствуют за богослужением, и они бы то же самое в это время, в это время тоже бы вспомнили, тоже бы молились в это время. Представляете, как было бы замечательно! Подавайте записку, пожалуйста. И вот батюшка выходит, вот все, все те, о ком сейчас мы будем молиться. Я буду молиться о всех, хор тихо поёт, все стоят молятся. А это что такое? Нестройный говор, та-та-та-та-та-та-та, изолнесётся, это что такое? Это прямо откровенное язычество. Разве это Богу нужны эти перечисления имён? Скажите, разве это нужно Богу? Дай мне сердце твоё, а не перечисление имён. Так можно под такой, действительно, великой идеей, что мы можем молиться, и наши молитвы, мы надеемся, что Господь в какой-то степени слышит это, когда можно действительно молиться, молитву превращаем во что? В какой-то ритуал, в котором нет молитвы. Что мы делаем? Извините меня, но подумайте, и вы увидите, что вычитывание записок без молитвы – это не молитва. А вот помолиться за каждого – это можно, но как? Когда мы знаем друг друга, или когда он непосредственно просит, а когда это бездна имён, неужели вы думаете, что совершается молитва? Ой, как легко нам соскользнуть, лишь бы не молиться, лишь бы превратить это в ритуал какой-то! Вот беда нашего сознания!